Термоядерный приветик, с вами товарищ Атомный, и мы продолжаем командовать Алехандро и другими героями в игрушке всех программистов и командиров коды Комбат. Я решил немножко пройтись по специальным уровням сначала, поскольку появились новые идеи и решения. Вот, допустим, ping pong, я нашел, как облегчить код, и оказалось, что я сильно замудрил. Нам не надо вот это все повторять, зачем нам постоянно вот while true, while true. Мы можем вот так вот сделать, это будет значительно проще. Смотрите, мы удаляем вот так вот это все, мы удаляем вот это, и удаляем цикл. И смотрите, что получается. И мы влаживаемся в 9 строчек кода. То есть уже усовершенствовали до 9 строчек кода. Это просто, просто потрясающе. Теперь что я хочу? Я хочу каким-то образом сделать атаку. А именно, я хочу попробовать собачку использовать. Для этого нам нужно вначале атаковать два мячика, а потом сказать fetch собачки. Say... Вот так вот. А потом мы можем, не так, потом мы можем перейти... ...вправо... ...на три штук, на три строки. Вот у нас сколько уже? Три строчки, по-моему, перешли вправо. Еще раз бьем по мячикам. Вот. Как-то так. Вот это нужно в цикле делать. Трижды. Значит, здесь essay... ...hero say... ...fetch как раз. Вот эту команду. И это мы делаем в цикле. While true loop. В бесконечном цикле. Тогда у нас получится 7 строк, а нужно 6 строк. Давайте посмотрим. Давайте пока посмотрим, что так у нас получилось. Значит, готово. Ой, я нажал готово и не посмотрел даже, как оно будет продолжаться. Стоп. Так, у нас же есть 9 строк кода. Еще раз. Зайдем. Посмотрим, посмотрим. Так, начать испытание. Ну, 9 строк кода. Правильно уже умещается. Значит, я получил еще одну награду. Нужно как-то уместиться в 6 строк кода. Вот, запускаем. Цель выполняется. Да, он ударил мячики. Перешел, ударил. Перешел, ударил. Но нам в любом случае нужно как-то... Можем, конечно, убрать переход. Но нам в любом случае нужно будет атаковать мячики. Ага, допустим, здесь дополню. Say. Fetch. Скажу. Ловить ему. Перешел. Ням-ням-ням-ням-ням. Он перешел. Хорошо, мы отбиваем два мячика и говорим просто Fetch. Правильно? Вот так, что ли? Это должно быть. Ну, давай, запускаем. Отбиваем мячик. Говорю Fetch. Та нет, я считаю, что прошлое там, где были мув. Нахеру мув, райт, трижды. Вот так, это более оптимально. Я не понимаю, как с собачкой, чтобы она отбивала постоянно тот мячик. И написать меньше строк при этом. Минус три. Все. Запустить и... Там даже было, что шесть строк на кода, но типа мы не прошли. Так. Значит, Hero Ball. Я не знаю, как. Я прошел чуть больше, чуть быстрее. И вот так уж, ладно. Лучше. Это, кстати, Чейзер проходил, и он сделал, реализовал проще. Я тогда начал задумываться, я переусложняю слишком код. Можно проще делать. Ну что, почему у меня такой щит? Почему у меня такие ботинки оделись? Не понял. Почему том первый, если у меня есть второй том? Что за непорядок? Как это так? Все? Почему у меня меч хуже? Непонятно. Непонятно. Представим значение каждой переменной. А, ну это мы проходили, да. Это простой уровень. Я думал, это какой-то специальный уровень, потому что он как-то выглядел не так. Минификация ингредиентов. Вот. Крутой каньон. Собрать больше золота, используя все навыки прогресса, которые ты приобрел до сих пор. Идем. А, я проходил этот уровень. И собирал здесь все. Здесь вот именно с помощью массива. Правильно. Ну что, тут мы улучшили, получается, вот этот уровень. Ну, к сожалению, заново схватку Кидгардскую пройти пока не могу в этот день. Поэтому переходим в лес. И смотрим, какие здесь бои. Здесь у нас идет один волшебник. Победи 17, 32, огра и 44, огра. Мы победили 17, 44, я не знаю как, потому что... Там не хватает нам, как узнать катапульта, как называется. Начать испытание. If Enemy and Scout. Почему If не равно Enemy? Вот так вот. Непонятно, как бы. Он что-то изменяется сам самостоятельно, что ли? Как-то так получается. 9 самоцветов. Соберись и 9 самоцветов. Да, я использовал. Дуэльная площадка с разъяснителем против другого героя с этой базовой боевой арене для новичков. Погнали. Хотя, что я хотел сделать, я хотел купить кое-что. Так, я хотел купить из одежды кое-что, воин. Давайте вот это, плохие перчаточки. Лучше вот такие пусть будут перчаточки. Какой шлем? Шлем за 140 я, скорее всего, возьму. Они же ничего не дают больше. 135. Сколько? 162. Слишком дура. Шлем за 140 давай возьму. Так. Все, в принципе. Больше мне ничего не надо. Погнали на арену. Вот теперь можно на арену собраться. Так. Что у нас здесь? Почему этот щит переодевается? Я вот это не могу понять. Надевай шлем. Надевай шлем. Плюс 56. Надевай перчаточки. Хорошо. И у нас еще колечко можно купить. Это где-то вот здесь. Что дают колечки? Самое базовое колечко. Жизнь 1.1. Но немного укрепляет тебя. Ну что? Этот пояс. Деревянная прядь. Регенерация плюс 3. Очки. Деревянные. Так. Колючие деревянные волокна. Ну, я думаю, регенерацию за 200 возьмем. Все. Вот теперь мы уже круты. Он автоматически шли генерирует, скорее всего. Виноградные цвете. Да. Так. Надеваем, надеваем, надеваем. Надеваем нормальные тапки. Надеваем нормальные этот. Часы. Жалко, нельзя продать все худшее. И теперь вот так идем. Победите вражеский герой за 90 секунд. Ваш герой должен выжить. Фух. Посмотрим как. 90 секунд, да? Find nearest enemy, да. И атакуют ближайшего врага. Hero cleave enemy. Иначе он просто атакует. Но что мы можем сделать еще? Enemy. Hero. Если есть враг. И hero cleave. То давай cleave. Иначе просто такой врага. Хорошо. Один раз недостаточно. Давай тогда bash. Забецаем еще. Чтобы он защищался. И феномен hero is ready. Bash. Bash. Hero. Bash enemy. И давай использую shield. Вот так вот прикрылся. Атакой. Хорошо. Мы можем в принципе убегать от врага. Если у нас мало здоровья. И бегать пока не изменится состояние здоровья. Но я наверное не хочу. Я рискую вот так вот. Пошли смотрим как будет. С врагом. Ну вот простой противник. 356. А что у него столько же сколько и у меня. Здоровья. Интересно что он. Быстрее как-то. Ну наконец-то я победил. Оценить. Отправлено 15 дней назад. Ну давайте. Играть за красных. Играю в простой лиге. Потому что сильно крутая. Там 4000 с лишним жизней. Ничего не смогу сделать. Погнали. Значит вот враг. Alex 003. Ну у него и здоровья походу поменьше. Да победа ничего сложного. 90 секунд. Атомный побеждает. Завершить. 3, 2, 1. Поехали. Он 154 здоровья. Вдвое меньше чем у меня. Конечно у него нет шансов. Да. Прямо. Легко было. Плюс 68. Но ничего не дает. Эта сетевая баталия. Ничего не дает. Только вот такие вот сражения дают. Давайте драка в темнолесье. Тут каждый раз улучшается. Почему оно постоянно переставляется? Серьезно. Это меня раздражает. Мне каждый раз нужно одевать заново все. Да? Нормальный меч. Нормальное вооружение. Выживите одну минуту. Вы получите больше самоцветов. Я эту драку еще не сражался. Но у нас есть классический алгоритм победы. Пока ничего более нового я не придумал. Выживите одну минуту. Хорошо. Хорошо. ДИНАМИ. 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 ГАРНИ. ДИНАМИ. ДИНАМИ. Да нет. Нам не надо так. давай упростим and hero is ready cliff hero cliff так атаковать если у нас есть противник значит что еще у нас есть давайте не так давайте вот так и фенами по классике пойдем по классике если у нас просто есть враг и hero cliff hero cliff вот так вот делаем теперь у нас это же копируем только нам нужно будет в первую очередь уничтожать с роуров это очень важный момент and is ready башки рубаш вот так башенами и потом примени щит и прибыли примени щит впереди у нас будет if enemy and и и нами тип врага равно с роуэр метатель то мы значит атакуем его hero . а так и нами первым мы конечно метателя атакуем а у нас здесь define таргет так таргет это у нас функция шла я и удалил мою тру вот так таргет бесконечно ну давай выполнять эту функцию в силу и фенами и хиром среди мы можем в принципе каждую эту в отдельную функцию запихать и вызывать его зачем так делать среди и среди баш иначе if enemy то просто атаками вот так вот просто так запускаем а а а вы то чего брали хорошо что проверил да пошел бесконечным циклом батис дать так что значит из дед ты вот сделал клиф что заново в конце определять врага было вот так что вот так делать странно вот я не могу понять совсем почему вот он не идет просто дальше он сделал клиф почему не идет дальше по программе да дал здесь дюлей дал здесь дюлей первоочередно конечно вали этих самых батис дед вот это я не понимаю почему она так идет вот так еще запускаем есть валит защитился валит всех но никакой лечебного эликсира не появляется да к сожалению так вроде нормально уже сражается единственное что конечно ему сейчас бы клиф использовать вот так он перезарядился вольну ну все я думаю завершить я думаю мы справимся погнали смотрим как да с ровера первого атакуют опа ты умер дополнительные слова все таки встраивается наш код внутрь их текста поэтому он атакует дальше почему он не атакует с ровера в первую очередь не получается так ой 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 это вообще очень плохо он не трогает с ровера нам нужно конечно находить вообще полный список врагов вот этот метатель он очень сильно нам урона нанес нашему александр прям супер сильно пока он всех остальных разделывает конечно но вот метатели надо что то с ними делать отлично мочканул мочканул да вы стоял но второй раз конечно не получится фууууу 90 опыта и нормально так 94 кристалль продолжить тем не менее мы победили мы победили один раз как и там один раз нужно очень намного постараться чтобы победить лучше нас это маг не будем к нему возвращаться что у нас экзамен по магии покажи твой знание магии используя все навыки программирования которые ты до сих пор ну давай получи 6 золота получи 12 золота получи там еще сколько-то теперь мы управляем магом цели испытательного уровня на использование концепции получи 6 золота получили настало время для очередного уровня особого испытания иди к отметке x чтобы открыть дверь и увидеть что внутри за каждой двери находится друг враг или предмет всего за дверями три друга и 3 врага используя различные заклинания чтобы помочь друзьям или поразить врагов двери закрываться после использования любого заклинания так что одна цель одно заклинание всего есть три пары комнат верхние и нижние с отметками x одного цвета при каждой попытке пройти этот уровень союзники врага в этой паре комнат могут меняться местами друг с другом на этом уровне в дополнение к методу find nearest enemy найди ближайшего врага тебя есть find nearest friend который работает точно так же но находит ближайшего союзника читай советы чтобы узнать больше заклинаний которые ты можешь использовать подойди к решению этой задачи креативно используя творчески все навыки программирования которые ты приобрел есть много способов пройти этот уровень попытайся найти решение которое получит наибольшую оценку мастера бронза 3 серебро 12 золото 21 ну у нас бесконечный цикл сразу while true значит мы ищем врагов мастера с мастерами с массивами я пока не умею работать здесь так и ищем другом хирофф манси и фа и ангел если друг каст хиру каст какие у нас есть мои хилл регент спелл poison shrink grow спел давайте есть каст хилл регент спелл каст хилл давай регент на френд будем вот так пока значит а и в эдеме если наш враг то хиру точка каст что у нас будет он кастовать не дрейн лайф поезон клауд шринг форс болт grow ну давай форс болт на энэми на энэми вот так вот форс болт посмотрим щас что умер форс болт заклинание на таргет разве стены поража поражая его на 100 метров и проходя сквозь чтобы ударить другие цели находящиеся в той же линии заклинания форс болт поменяется один сигар кирилл каст форс болт хирофф а не растет таргет обжиг обязательные параметры ясно давай глянем советы тебе доступны заклинания poison clown заклинание самовин исцеляет увеличит размер массу и здоровье цели в двух последних комнатах бутылки с зельями одна из них с ядом так что тебе нужно знать как различить и сфера тебе нужно использовать метан файнеры с тайтом чтобы найти бутылку ага значит у нас еще есть а это не кто айтем у нас есть мы нашли ближайшую и фрэнда так стринга исцеляющие зелье имеет эти путь а зелья ядом поездом чтобы поднять пример тебе нужно просто подойти к нему а значит здесь if item and item точечка type равно potion потому что HeroMoveXY Item Точечка Нет, что здесь Просто Item Точечка Pause Точечка X Вот так вот Item Точечка Pause Ну и Y, все нормально Да Мы нашли Как ты увидишь все комнаты парные И для каждой пары комнат есть пара заклинаний Которая подойдет лучше всего Подумай, какие заклинания могут разбиты на пары Также учителю нравятся смелые ученики Которые готовы экспериментировать Может быть, возможно взять яд И не умереть? Каким образом? Не совсем понятно 18-40 HeroMoveXY 18-40 Вот так вот А дальше мы будем перемещаться Сколько здесь? 34-40 34-40 Так, ну давайте Поза X И И Поз Y Ротно 18-40 А здесь мы можем и не писать Это мы можем Hero Точка Поза X Записать Плюс Если 18 Там было 40 А тут 34 То это сколько будет? 24 24 18 14 16 Плюс 16 Ну 40 же здесь остается, да? Да, здесь остается 40 Как-то так Пошли попробуем, что из этого получится Запускаем Вот, сал первый А, что у нас? Friends А, так не то у нас немного записано Ясно Friend равно Find nearest friend Вот так вот Вот все Запускаем Запустить Значит, пошли Нашли Это враг Собрал монетку Нашел враг Получи Получи Враг Зелие И мы собрали 9 монет А надо минимум 6 монеток Собрать, да? Move Move X Y Плюс 16 Да? If Hero Точечка Поз Х Не равна Сколько здесь? 66 66 То мы делаем вот так вот А если равна 66 А если равна 66 Так, если она равна 66 То мы убираем вот это Hero position X Но мы меняем вот на позиция Y У нас на другую координату Ну куда? 24 24 24 24 And Hero Post Y Не равна 24 Мы вот так вот перемещаемся И значит, что здесь у нас? Не равна 24 Если уже не равна, то он перешел И в Hero Plus Y Равно 24 То у нас происходит обратное движение У нас происходит Hero Move X Минус 16 Все Он должен обойти все комнаты Пошли Раз О, тут не то Тут вот так вот Вот так, точечка Да, запустить Пошли Да, я думаю, мы справим А почему здесь он перешел вот так вот? 33 40 Ну, я не совсем понял А почему он пошел так? 24 And Давайте здесь переменную switch добавим 1 А здесь в начале switch равно 0 Что это я делаю? Это я делаю переменную Дополнительную Которая будет означать, что он прошел до конца And switch And switch Равно Единица Вот теперь должно нормально идти То есть, эта переменная становится единичкой Только когда Ой Только когда Мы прошли всю сторону Вот Прошли всю сторону И спустились вниз Тогда она срабатывает Или нам еще надо Прямо тип Ого If Enemy У нас есть Shrink Это что у нас? Кастует Shrink Если цель в зоне Достигаемости Уменьшает Скорость Передвижения На 2 Ослабляет Атаку Надо Цельно Прожить 9 Ага Again Heal Укладывать заклинание Shrink Grow И давай тогда еще Poison Cloud Force Bolt Давай вот так еще Hero Poison Cloud Добавим Будет 2 На врага Магии Мочить Одну и вторую Чтобы добить Poison Cloud Вот так вот Запустить Итак Есть Тут мы Мы присвоили Единицу Все Пошел Ну У нас должно быть 24 Y Правильно Y24 Switch 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 Равно 1 Да Почему дальше Не продолжает Вот это Движение X Minus 16 Он должен Вот это Он вот это Действие Не выполняет Не выполняет А если мы просто Switch Равен Вот это Давай вот так Будет проще Да Завалили Завалили Мочканули Забрали Пошли И он переходит Не туда Он начинает Переходить Вот сюда Постоянно И начинает Вот так вот Двигаться Ну хорошо Hero POS X POS Y У нас было Не равно 24 И Switch Не равно 24 А что у нас Здесь оно Y равно 24 Тогда Hero Тучечка POS POS ПОЗ Тучечка Y Равно 24 Тут у нас Вот такое Будет условие Двойное Вот вначале Вот это проверяется Что из них Правильно А потом Проверяется Вот если Вот это Смотрим Серия Затянутая Получается Ну это финальный уровень Хорошо Забрали А почему Он вот так Теперь начинает Ходить Ну ладно Давайте Завершаем Мы в любом Мы в любом случае На минимуме Должны пройти Есть Замочили Болтом Получили Монетку Еще Одного Смотрим Моя кожа Ничтое Заклинание Ничем Одна цель Одна заклинание И он Прошел Куда Непонятно Куда А почему Он дальше Пошел Почему Он не Пошел Вниз Пропустить Ладно Надо Разбираться Что У нас Ну я Получил Самый Минимум Золота 6 золотых Собрал 12-24 Нет Это нужно Будет Думать Дальше Что Сделать Лучше С вами был Товарищ Атомный Комментируйте Как и Что Вам Понравилось Не понравилось Мы Прошли Следующий Уровень Не будем Дальше Продолжать